После богослужения в Никольском соборе участники проследовали к Свято-Тихминскому Богородицкому женскому монастырю. Совершили молебен у Никольского сквера на месте разрушенной церкви во имя святого Николая Чудотворца. В этом году к иконам и хоругвям прибавилась еще одна святыня – ковчежец с мощами преподобного Сергия Радонежского. Под ним старались пройти многие, надеясь на исцеление от болезней и ограждение от всякого мирского и духовного зла. Молебное шествие завершилось у памятного камня в центре города на месте разрушенного в 30-е годы прошлого века Свято-Троицкого собора. Настроение участников крестного хода было приподнятым, преисполненным верой и надеждой на спасение. Во время крестного хода очень много Божьей благодати на человека с ним сходит. И я очень довольна, что у меня есть такая возможность каждый год участвовать в этом мероприятии. Это праздник освобождения души и праздник спасения для всех нас, христиан.